Самолет Давайте проведем катастрофу Организованно Без паники Желающим будут предложены Прохладительные напитки Боже мой Что же делать? А, Анна Павловна Раздевайтесь Ой, а Зачем? Я же все равно Плавать не умею А, Анна Павловна, раздевайтесь Стюардесса предупредила У нас на все про все Две с половиной минуты Сергей Тимофеевич, миленький Да что вы обо мне-то так беспокоитесь Я же все равно утону Утонете? Ну, перед смертью Последнюю радость получим Если успеем Как? Прямо здесь? А вы что? Под водой предпочитаете? Нет, ну, а вдруг А вдруг мы не разобьемся? Да как это не разобьемся? Не волнуйтесь Вы все будет нормально Разобьемся Нет, ну А вдруг, что быть А вдруг ваша жена узнает? Она уже ничего не узнает Снимай свои чертовые шводки Господи, да что вы на меня так кричите? Ну, так же сразу нельзя Сначала же нужно Привыкнуть друг к другу А уже потом Нет Сначала потом Привыкать на том свете будем Ой, нет Ну, я так сразу не могу Ну, вы бы для начала Хоть сказали что-нибудь Что? Ну, я не знаю Ну, что любите меня? Что жить без меня не можете? Ну, что все обычно говорят? Ну, можете сказать или нет? Ну, не могу Не могу я без тебя жить Равно минуту Ой И зачем я с тобой связался? Вон Роскошная блондинка в обмороке лежит Но я до нее уже не успею Да ты посмотри, что люди Что люди делают Вон Вон Пьют Раздеваются Целуются О! О! Берегут каждую секунду Одни мы тут с тобой Господи И правда Разврат-то какой А эти В проходе В проходе-то что вытворяют? А до этого сидели Как порядочные Господи Ну, неужели, чтобы почувствовать себя Совершенно свободным Необходимо в катастрофу попасть? Ну, ладно Все Так и быть Милый Поцелуй меня В шейку Сама себя целую Поздно Как поздно? Сколько у нас еще осталось? Пять Ой Четыре Три Две Одна Уважаемые дамы и господа Наш самолет Произвел вынужденную посадку Чем мы вас Не поздравляем Ну А вы говорили Разобьемся Обманщик И запомните Сергей Тимофеевич Порядочная женщина Так вот сразу Не может За две с половиной минуты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я ж говорю, что хотел только у тебя спросить Поинтересоваться Маша Скажи мне У нас случайно от обеда Ливерной колбасы не осталось? Ну, знаешь, Семён, я всего от тебя ожидала, но чтобы ночью с измученной женщиной о колбасе говорить, этого я от тебя ожидать никак. Нет? Я целый день, как лошадь какая, или как муравей, работаю, и вместо того, чтобы дать мне хоть в постели минуту спокойствия, ты мне даже в кровати такую нервную жизнь устраиваешь. Сеня, если хоть сам не спишь, дай мне выспаться. Я тебе говорю, Сеня! 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 Сенечка, это я. Ты? Да. Чего тебе, Маша? Я говорю, если ты сам не спишь, так ты хоть на мне выспаться, а? Чего? Сенечка, а почему же ты не накушался? Чего не накушался, Маша? Ведь мы же тебе с мамочкой всегда больше всех. Ведь мы же тебе с мамочкой всегда лучше всех накладываем, а? Кто? А зачем? Зачем? Зачем это? А? Зачем это вы вместе с мамой? Вместе с мамочкой мне больше всех накладываете? А? Это ж вы не случайно мне с мамочкой больше всех накладываете? Это ж вы с психологией мне больше всех накладываете? Мол, Семен Семенович у нас нигде не работает, а мы ему побольше. Сенечка, погоди! Погоди! Это ты погоди! Погоди! А когда я... Я... С... 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 С тобой... Всю ночь... Под одним одеялом можно сказать... Сказать... Ага... Один на один... Всю ночь... Голодаю... Так ты ещё начинаешь на мне выкатывать на... На... На колбасе... А вот чего? Разве я выгадываю? Да. Нинечка, что-то такое делается? Всю ночь на колбасе. Тебе на какой хлеб намазывать, на чёрный или на белый? На какой? На какой? На какой? Вот как раз свет для меня никакого значения не имеет. Почему? Ну что, не имеет. Почему? Почему? Потому что есть я всё равно не буду. Как не будешь? Как? Вот так вот. Не буду и всё. Это почему же всё не будешь, а? Почему? Почему? Почему, да? Потому что ты вон не просто так намазываешься. Ты со вступительным словом намазываешься. Ты ж пока всю душу мою на это тюрьмо не расходишь, так не намажешь. Сказал, не буду есть. И всё. Ну, знаешь, Семён, как жить нельзя. 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 Что ж мне, по-твоему? Что ж мне, по-твоему? Подыхать, что ли? Ты чё домогаешься? Ты чё, Мария, домогаешься? Ты моего последнего вздоха домогаешься? И доможешься? Доможешься, Мария? Я тебе, Мария, в кесном, в семейном кругу скажу, Что ты, Мария, ты, Маша, ты, Маша, сволочь. Сволочь и сукина дочь. Привет, красавчик. Здрасте. Мужчина, не желаете ли немножко отдохнуть? В смысле? Ну, в смысле, приятно провести время. Провести время? Ну, да, так сказать, разнообразить свой досуг. В смысле? Ну, в смысле, расслабиться. Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду отдохнуть. По полной. Как это? Ну, пошалить. Не по-детски. Почувствовать себя Карлсоном. В смысле? В смысле? Реализовать свои тайные мечты. Украсить свою личную жизнь. Отпустить свою страсть на волю. Окунуться, так сказать, в озеро надежды. Открыть для себя новые глубины счастья. Простите, что вам от меня нужно? Пойдем ко мне. Я тут рядом живу. Зачем? Зачем? Шкаф передвинуть. Не, я не могу. Не могу. Ну, почему? Ну, мне тяжести нельзя поднимать. Врач не разрешает. Ясно. Ну, мужики, пошли, а? Никому ничего не нужно. Мужчина, 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 можно вас на минуточку? Одну минуту. Бедная женщина. Одинокая, видать. Красивая, а шкаф переставить некому. И мне нельзя. А так бы я с такой с удовольствием бы оторвался. Ну, в смысле, пошалил бы. Не по-детски. Мужчина звонит по объявлению в поисках работы. Но попадает не туда. Совсем не туда. Алло, добрый день. Я по объявлению. По объявлению? Ах, да. Как вовремя ты позвонил. Правда? А я уж думал, не поздно ли. Ну, что ты, малыш, в самый раз. Простите, пожалуйста, а как вас зовут? Называй меня Снежанна, малыш. Очень приятно, Снежанна. А меня Антон Павлович. Антон, Антошенька, малыш. Простите, Снежанна, почему вы меня так называете? Как? Малыш? Ну, малыш. Я ведь не мальчик уже. Мне не 18 лет. Ну, это хорошо, малыш. Ну, вот опять. Снежанна, называйте меня лучше Антон Павлович. Хорошо, Антон Павлович. Как скажешь, мой господин. Скажите, Снежанна, а как вас по отчеству? По отчеству? Снежанна Леопольдовна. О, красиво. Скажите, Снежанна Леопольдовна, А что я должен делать? Ну, я чувствую, Антон Павлович, что ты настоящий мужчина. Ну, что ж, давай начнем. Раздевайся. Простите, Снежанна Леопольдовна, что-то плохо слышно. Что вы сказали? Я говорю, давно уже не встречала такого настоящего, брутального мужчину. Опиши себя. Ну, я такой высокий, плотный, темноволосый, пенсионер. Ну, у меня льготная пенсия. Лицо такое, знаете, круглое, ну, и на нем там эти глаза, нос, рот, уши, два уха. Ну, все как у всех, Снежанна Леопольдовна. О, Антон Павлович, какой же ты красивый. Ну, это что есть, то есть. Так, что мне делать, Снежанна Леопольдовна? А то, знаете, у меня ведь уже полгода простоя. Руки мои уже соскучились по настоящей работе. Ммм, Антон Павлович, полгода это большой срок, а ты не забыл, как это делается? Снежанна Леопольдовна, ну, вот увидите, я вас не подведу. До десяти, да что там, двенадцати часов активной работы в сутки. Ммм, Антон Павлович, ты преувеличиваешь? Да нет, если не верите, у жены спросите. Ах, так ты женат, шалун. Ну, да, женат. А что, твоя жена в курсе, чем ты сейчас занимаешься? Ну, конечно, она мне ваши телефоны нашла. Надеется, что все у нас с вами получится. Алло, Снежанна Леопольдовна, алло. Алло, Антон Павлович, малыш. Пополните баланс. Стоимость последнего разговора 800 рублей. Ваш баланс пополнен на 800 рублей. Замечательно. Еще один попался. Надо же. 800 рублей. За что? На работу не устроился, деньги сняли, да еще и разговаривали, как с идиотом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ГОВОРИТ Зайдем с конем по полю вдвоем И к жене соседской тихо зайдем И в округе всей есть у нас родня Тут все дети от меня и от коня Как часто мы не понимаем друг друга Представьте такую ситуацию В одной деревне на берегу реки Жили два брата-близнеца У одного из них была лодка У другого наоборот, жена И вот в один день у первого затонула лодка А у второго умерла жена И вот одна милая женщина Которая работала в этой деревне почтальоном Пришла навестить вдовца Но перепутала и попала к лодочнику Который сильно тосковал и горевал О своей затонувшей лодке Здравствуйте Вот узнала про ваше горе Зашла выразить вам свои соболезнования Такая утрата Спасибо, конечно Но, честно говоря, не такая уж и великая потеря Все равно она уж была старая Полузгнившая вся Ну и потом от нее постоянно рыбой несло А, я вас понимаю Себя не утешишь Никто не поможет И все-таки Столько лет вместе Это точно Я ж можно сказать Полжизни на ней провел Да что там полжизни Я в последнее время И не слезал с нее Вы меня, конечно, извините Дело-то это вовсе не мое Но, может быть, зря вы это Ну, в вашем-то возрасте Да не могу я без этого Ну, не знаю Ну, привычка, что ли В общем, люблю я это дело Я вот сейчас с вами разговариваю А у самого внутри Просто кипит все Я бы прямо сейчас Может быть, в дом пройдем Нет, нет Спасибо Ну, тогда давайте прямо здесь Что? Ну, как что? Посидим Поговорим Мне же поделиться-то не с кем У брата вот Своих проблем хватает Как я без нее Даже не знаю Нет, конечно, можно поехать в город Выбрать себе любую и купить Но даже самое плохенькое Стоит таких денег А это все-таки родная была Всегда под боком Захотелось Прыг на нее И не слезаешь часами Она ж мне Как жена была Это так вы что Не расписаны, что ли, были? С кем? Ну, с ней Да нет, ну, записана была Она меня Ну, да Я ж брал-то ее не новую Она до меня Мужиков пять сменила Если не больше Я еще тогда подумал Ну, хватит ей По рукам-то ходить Хозяин должен быть один Ну, и забрал ее себе Привел в порядок Привел в порядок Дал ее Троим своим друзьям Попользоваться Но они с пьяной Ее и утопили Что значит Утопили? А? Да как же вы Могли-то Отдать, можно сказать Свою Кровиночку Этим Этим Варварам? А что здесь такого? Ну, мы же с вами В цивилизованном государстве живем Сегодня я выручу Завтра меня Да я уверен Обратись я К вашему мужу Он тоже не будет против Ну, а что Попользуюсь пару дней И верну А я? Что У меня Уже И Спрашивать что ли Не надо А вам-то что? Вам-то какая разница? Наоборот Мужик ваш Отдохнет Пару дней Да он уж Полгода Как отдыхает Ну, это уж Вы врете Полгода Да мы с ним На прошлой неделе Вместе ходили Куда это вы с ним Вместе ходили Как куда? Куда и всегда Поплавок помочить Что? Ну что Поплавок помочить Ну, в смысле Как говорится Червячка в пруду Искупать Ах, червячка Это значит Так теперь Называется И как часто Вы с ним Вместе Червячка Купаете? Да нет Ну, вместе мы только Последнее время А так У меня Свои места У него Свои Ну, понятно Все То-то я думаю Что это он Последние полгода Ко мне Не подходит А он Оказывается Червячка В другом Пруду Купает Ну, спасибо Тебе Что глаза Мне открыл Да, честно говоря Я думал Что вы В курсе Вы уж извините Если что Не так Сказал Да уж чего Уж теперь Ну, так как Не против будете Если я Попользуюсь Пару дней А? А? А, вы В этом Смысли Ну Ну Я не знаю Ну В принципе Я Не против Я к тебе Вечером Зайду Да Заходите Когда захотите Спасительница Вы моя Эх, мне бы Еще Блесну бы Как у вашего мужа Блесну бы Он ведь Он ведь на нее Ни одну красавицу поймал Может быть Заодно И ее Одолжите А? Подождите Я Что-то не пойму Вы о чем? Что вы имеете Ввиду? Ну Как Блесну? Какую еще Блесну Да ладно вам Но в деревне Все же знают Какая у вашего мужа Блесна Какая? Какая Такая Небольшая Красивая Да он сам ее всем В деревне Показывал Кому это всем И бабам Что-ли Тоже? Бабам-то зачем Мужикам Бабам-то Че показывать Им-то без разницы Какая у мужика Блесна Им лишь бы Рыбку съесть Это уж точно Нашим бабам Только это и нужно Ну Значит так Вечером Как стемнеет Будь готов Да И чтоб Блесна была В порядке В смысле? Ну Зайду к тебе Поплавок Помочить Или Как там у вас говорится Червячка В пруду Искупать Семена Альтова Есть рассказ Семейка Речь в нем идет О семье Карпухиных Которая состоит Из мужа Соответственно Жены И белой Пуделихи По кличке Шалава Позади уже Десять лет Совместной Жизни И вот В один Прекрасный День Когда супруги Уже готовились Ко сну В спальню Зашла собака Притащив с собой До боли Знакомый Предмет Который она Соответственно Отдала Своей Хозяйке Вадим Что это? Что? Вот это Я тебя спрашиваю Что? Как что? Что ты Сама не видишь? Лифчик Разбрасываешь вещи А потом найти не можешь Вот собака и тащит Все, что плохо лежит Да? А чей Это лифчик? Линочка, честное слово Не мой Я тебя еще раз спрашиваю Чей Это лифчик? Ты отстань ты от меня Со своими лифчиками Это Не мой Да? А чей? Я, слава богу Без лифчика хожу Грудь пока сама держится Я на твоем месте Язык-то поприкусила бы Ты посмотри на размер Да Это не твой Тебе до него еще Расти и расти Это Размер шестой Если не двадцать шестой Нет Как ты мог, а? И главное С кем? Где ты нашел эту корову-рекордистку? Лида Лида, подожди По-моему, за десять лет совместной жизни Я ни в чем таком замечен не был Так что Напрасно ты машешь этим Гамаком Я с ним И рядом не лежал А ну Дай его Сюда Ничего не понимаю Ведь каждый раз проверяю все До волоса на подушке Уксусом пол поливаю Только бы духи не унюхало А тут такая улика Уличища Не иначе Наташка Подсунула Решила Отомстить Неужели у нее такой бюст? О, скрытная баба А может Светка? В темноте Размер не зафиксируешь? Да нет Такое я бы запомнил Черт бы их всех Ну, давай разберемся При чем тут я Вспомни Может быть, кто Из подруг забыл, а? Из чьих подруг? Из твоих? Лида Ну, может быть Может быть Ты вчера, вон Белье гладила Ну, вот свой лифчик и разгладила Я гладила Утюгом А не танком Хорошо В конце концов Может быть Может быть, ты На вырост купил, а? Да никогда у меня такого не будет Нет Не надейся А ну Говори, кто у тебя вчера здесь был? Кто? Вчера Был Водопроводчик Не идиотничай Он был в кепке Без лифчика Откуда ты знаешь, что без лифчика? Ты что, его раздевала? Я никогда Никого не раздевала В отличие от некоторых Нет И главное, спутался С тонкой Изысканной женщиной Так нет Отбил жену бегемота Вот Это твой вкус Нет, ну теперь-то я, конечно, понимаю Почему у тебя вместо Филармонии Все время тянет в цирк Между нами нет ничего общего Лида Перестань Ну что ты в самом деле Из пальца Скандал Высасываешь Да Собака Притащила Откуда-то этот Чудовищный Ливчик Может быть Даже С улицы Да Да Таких Женщин Просто В природе Не существует А что бы ты сказал Если бы Собака Притащила Чужие Мужские Кальсоны Ты скажешь тоже Лид Кальсоны Да Кстати А что это у тебя Такое Да что Вот это вот Что это Ты держишь Где В руках Что это такое А Что Я тебя спрашиваю Вот это вот что Что такое Это Да Носок Собака Вместе с Ливчиком Притащила Да А чей это Носок Не мой же Да я Таких носков Сроду не носил А ну говори Кто у тебя тут был В этом носке А ну Вчера был Водопроводчик Это мы уже слышали Интересно что это За засор Такой в ванной Есть человек Раздевается До гола И ныряет А ну Дай его Сюда Неужели Сергей Да нет Интеллигентный Мужчина Переводчик Всегда уходит По английски В носках А может Михаил Вряд ли Бывший разведчик По роли До сих пор Помнит Никаких улик Не оставит Для маскировки Скорее Чужое возьмет Но ничего Поеду к Семену Он в уголовном розыске Работает По носку Всего мужика Найдет А может Он и оставил Ну Мужики Ну бабы Всех обойду Кому подойдет Лифчик То и убью Маша Где мои носки Сколько раз говорил Не вешай на балкон Ветром сносит Единственные носки Еще и лифчик Ну поздравляю Мало того Что есть нечего Так еще и Не в чем Небоскребы Небоскребы Поликлиника внизу Вот к врачу Пришла особа И давай пускать слезу Доктор Больше не могу я Помогите Стыд и срам Только рюмочку Махну я Сразу тянет К мужикам Врач сказал Беда большая А я маленький такой Но не плачьте Дорогая Мне такое Не впервой Помогу я Без сомнения Но давайте Вечерком Прежде чем Начать лечение Мы по рюмочке Махнем Добрый день Уважаемые телезрители И вновь Ваше любимое Ток-шоу Тема нашей программы Как обычно Интересует всех нас Больше всего Героиня нашей программы Утверждает Что над ней Надругались Итак встречайте Анжела Шарамыгина Здравствуйте Присаживайтесь Расскажите Расскажите С чего все Началось Меня в гости Пригласили На какую-то Тачу Так С ночевкой В сауне Попариться И пивка попить Хорошо А кто Пригласил Да кто Да кто Его знает Мужики В сауне Конечно Я его сразу Узнала По рубахе Он был В этой рубахе Не В свитере Я этого негодяя На всю жизнь Запомнила Это он Мне пылесос Продал Простите Какой еще Пылесос Современный От комнатных Клещей Подождите В сауне Был он Или не он Да кто Его знает Их там Человек Десять Было Но всех И не Упомнишь Ну Посмотрите Вот он Ну Вроде Он Точно Он Вон Морда Какая Наглая Ну хорошо Сегодня у нас В студии Собрались наши Гости Эксперты Которые Тоже хотели бы Сказать Своё Мнение У вас есть Ровно Минута Пожалуйста Говорите Извините пожалуйста Можно я еще скажу Да не надо Продолжите Просите За каждого Я не могу сейчас Просите Ничего что я говорю Когда вы меня переживаете За край что надо Вы Я требую Экспертизу ДНК Что Ну Все Что-то требуют Какой-то ДНК Да нет Ну это не из нашей программы Давайте По сценарию Ну ладно Я ж Не дура Как мне подсказывают Наши редактора Только что Сотрудники полиции Поймали Подозреваемого И у нас есть Возможность Поговорить с ним В прямом эфире По телефону Алло Алло Добрый день Временно Исполняющий Обязанности Старшего Дежурного Областного Следственного Изолятора Временного Содержания Невальный Сержант Гавлюшкин Слушай Мы можем Услышать Задержанного Да Так точно Одну Минуточку Попробуем Еще раз Алло Добрый день Временно Исполняющий Обязанности Старшего Дежурного Областного Следственного Изолятора Временного Содержания Невальный Сержант Гавлюшкин Слушай Вновь Телевидение Мы можем Услышать Задержанного Да Так точно Наша Послушай Мне Продали пылесос Современный Современный От комнатных Клещей Понимаешь 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 А это кто 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 Шарамыгинов Пальто Добрый день Временно Исполняющий Обязанности Старшего Дежурного Сержант Гавлюшкин Слушай Гавлюшкин Дай нам Поговорить С этим Козлом Наша Служба И опасно Трудно Алло Что вам От меня Нужно Здравствуйте Телевидение Беспокоит Вы в прямом Эфире Мы по поводу Шарамыгиной Это еще Кто Так Как Девушка Над которой Вы Как сказать Надругались Вы в своем уме Я вообще Девушками Не интересуюсь В смысле Я жена Ой да шут с ним Ну надругался Я на здоровье Вы его лучше Про пылесос Спросите Отстаньте вы Со своим пылесосом Ну пожалуйста Я за него Сто тысяч Заплатила Ну ладно Ладно Скажите А зачем Вы Продали Шарамыгиной Неисправный Пылесос Да Алло Вы в своем уме Я не торгую Сломанными Пылесосами И не сломанными Тоже Подождите Ну А за что же Вас тогда Задержали Да Вы в своем уме Никто Меня Не задерживал Я дежурный Старший Лейтенант Козлов А как же Задержанный А задержанный Уже Отпущен За Недостаточностью Улик Пылесос Мне подарил Современный От Комнатных Клещей Это он Задержите Его К сожалению Время нашего Эфира Подошло К концу Но завтра В прямом Эфире Мы поговорим О мошеннике Который Торгует Неисправными Пылесосами До новых Встреч В эфире Вот жизнь Пошла Ну посмотрите Ну все Выгадывают Все И чужие И свои Просто так Никто ничего Не сделает Слава богу У меня хоть С женой Все в порядке Да и то Вчера Вон Вечером Только легли Только я к ней Она мне 200 рублей Я говорю Как Она говорит Вот так вот Деньги Пожалуйста Вперед Я говорю А с чего Вдруг Ведь всю жизнь Бесплатно Она говорит Про бесплатно Забудь Бесплатно Сейчас За что ни возьмись Все дорого А со вчерашнего дня Между прочим Еще резко Подскочили цены На энергоносители Я говорю Подожди Ну Ну ведь мы же с тобой Свои Она говорит Свои Вот где есть Свои Там могут Появиться И чужие Ну думаю Дождались Вот они Рыночные Отношения Ну Легли спать Так А ночью Во сне Она забылась И ко мне Рукой Вот тут Когда вещь Рублевая Я говорю Я говорю А с тобой Доллары Потому что Рубль Постоянно Падает Она говорит Нет Триста сорок Долларов Это много Не дам Могу предложить Пять Рублей Я говорю Пять Нет Ну пять Рублей Мало Ну давай Хотя бы Триста Долларов Она говорит Нет Пять Рублей Ну начали С ней Торговаться К утру Сошлись Где-то На пяти Рублях А уже Вставать Пора Я Встал Встал И думаю А что ж я Что ж я Дурак На бартер То не пошел Видно Боялся Прогадать Вот Жизнь Пошла Ай-яй-яй Такой красивый В магазин Залез Как тебе Не стыдно Теперь тебе Будут Ругать Наказывать Лет пять Точно будут Наказывать Я В этом магазине Первый день Охранником Работаю Так что Сейчас Буду Узнавать Что с тобой По инструкции Делать Нужно Тофик Тофик Это я Рафик 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 Это Тофик Какой Хрен Тебе Нужно Тофик Тофик А я Тут Бабу Поймал Рафик Рафик Я Бабу Вчера Просил А Семья Я И сам Уже Две Штуки Поймал Красивый А у тебя Там Красивый Да Тофик Очень Красивый Так Что Мне С ней Делать Шт Рафик Я Тебе Уже Сто Раз Объяснял Что С ними Надо Делать А Ты Все Как Маленький Шт Тофик Это Не Просто Красивый Баба Он В Магазин Залез Понимаешь Шт Рафик Ты Сегодня Что То Пил Нет Не Пил Шт Тогда Объясним Зачем Красивый Баба В Магазин Лезть Такой Обычно В это Время В Ресторане Пасется Пофиг Не знаю Может быть Ресторан Закрыт Нет Открыт Я Своих Красивый Баб Две Штуки Оттуда Привез А что Мне Тогда С это Это Делать Подскажи Брат Шт Рафик Я Думаю Шт Припопытке К Дек Бэксту Бэксту Я Я Говорю Не Убивать Жи Ее При Попытке Бедства Шт А Ну Конечно Такой Красивый Бабу Жалко Убивать А Музы Шт А Зачем Он Такой Красивый В Магазин Залез А Не знаю Брат Может Стащить Что Хотел А Что Ты же Охраняешь Мебельный Магазин У тебя Там Кроме Шкафов Ничего Нет Не знаю Брат Но Если Хоть Один Шкаф Пропадет Меня Отсюда Точно Выгонят Понимаешь А Что Эта Баба Говорит Шт А Ничего Не Говорит В Основном Мычит Слушай Давай Я Все Так И Подъеду И Мы Ее С Тобой На Двое Тофик Не Понял Что На Двоих Повтори Шт Я Говорю Давай Мы Ее В Полицию Сдадим И Нам Тогда Прям Ее Выпишут На Двоих Нет Тофик Не Получится У Мене Регистрации Нет А В Полицию Брат Силы Баба Без Регистрации Сдавать Нельзя Закон Понимаешь Ну Тогда Давай Ее Дня Три Четыре У Моих Друзей На Даче По Полной Программе Тофик Мы Не Поняли Что У Твоих Друзей На Даче А Я Говорю Давай Ее Подержим Дня Три Четыре У Моих Друзей На Даче А Как Регистрацию Сделаешь В Полицию Сдадим Премию Получим И Бульнем По Полной Программе Нет Тофик Не Получится Три Четыре Дня Красивый Баба Какой То Корм Нужен Никакой Премии Не Хватит Ну Тогда Тащи Ее К себе В Подсобку И Ее Там До Утра Никакой А Тофик Что До Утра Я Говорю В Подсобку Ее Тащи И Держи Там До Утра Утром Пусть Директор Магазина Разбирается Да И Если Хочешь То Можешь Ее Немножко Тофик Не Понял Что Немножко Кто Хочешь То И Немножко Можешь Покормить Ее Там Немножко Красивый Баба Обязательно Кормить Нужно Все Понял Хорошо Тофик Спасибо Брат За Полезный Совет Ты Очень Красивый Баба Сразу Мне Понравился Поэтому Я Тебе Сейчас В Подсобке Немножко Покормлю Ток Лично Ты Ты Здесь Столько Комплиментов Наговорил Будешь Теперь Моим Личным Охранником А Тофика Помощником Твоим Возьми А А Как же Тут Не веселиться Не грустить От разных Бед В нашем Доме Поселился Замечательный Сосед Только Этому Соседу Девяносто С лишним Лет До сих пор Побегать Любит За девчонками Наш Дед Пап 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 Ни По чем Соседу Годы Не дедуля А лет И на женщин Сил хватает Казанова А не дед Как-то Раз догнал Девчонку Но немного Оплошал Все Никак Не может Вспомнить Бежал Пап 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 Здравствуйте уважаемые телезрители Мы Ведем наш репортаж в прямом эфире, и сейчас находимся в Москве, на Ленинградке, где обычно в ночное время предлагают свои услуги жрицы любви, а сейчас здесь проходит митинг учителей средних школ. Учителя решили митинговать именно здесь, на Ленинградке, ближе к центру, к правительству, чтобы их наконец-то услышали. Сейчас мы попробуем поговорить с кем-нибудь из митингующих и узнать о проблемах школы и какие требования выдвигают учителя. Сегодня здесь, на Ленинградке, довольно-таки многолюдно, и поэтому трудно понять, кто здесь митингующий, кто прохожий, а кто просто пришел поддержать учителей. Вот. По всей видимости, это одна из митингующих. Обычный учитель средней школы. Довольно-таки еще молодой специалист. Попробуем поговорить с ней. Добрый день, новости дня. Можно вас буквально на пять минут? Ну, а че, на пять-то? Бери уж сразу на час. Нет, нет. Целиком передачу мы посвятим вам в ближайшее время. А сейчас, если не против, короткое интервью. Ну, ладно. Давай только, знаешь, как-то это по-быстренькому. А то, вон, ты своей камерой мне всех девчонок распугал. О! Попрятались все. Я не понимаю, а чего бояться-то? А если их предки по телеку увидят? Чем их дочурки тут занимаются? Я не понимаю, опять же, чего стесняться. Вы занимаетесь любимым делом. Ваша профессия одна из самых уважаемых во всем мире. Ну, да? А я всегда считала, что наоборот. Ну, почему? Вот, например, я всегда с большим уважением вспоминаю ваших коллег, которые для меня немало сделали. И мою первую мариванну. Несмотря на то, что мне тогда было всего семь-восемь лет. И Надежду Семеновну, которая обожала меня, несмотря на мои, так сказать, шалости. И даже физрука Сан Саныча. С которым мы довольно-таки тесно и тепло общаемся и по сей день. Я уверен, что и вас тоже любят и обожают все те, кому вы даете, так сказать, возможность учиться у вас. А таких, я уверен, у вас уже было немало. А будет еще больше. Ведь вы довольно-таки еще молодой специалист. Сколько, если не секрет, вы уже в профессии? Спасибо, конечно, за комплимент. Но у меня уже пятнадцать лет позади. И я не собираюсь заниматься этим всю жизнь. Какие ваши годы. Марья Ивановна, о которой я вам только что говорил, в прошлом году исполнилось семьдесят. А она в такой потрясающей форме, что у нее еще есть чему поучиться. А вы лучше скажите, а какие проблемы волнуют вас на сегодняшний день? Ведь не случайно такое количество ваших коллег сегодня вышло на улицу. Так ведь в этом-то все и дело. У нас, знаешь, какая конкуренция? Конкуренция? Во всех газетах пишут о нехватке кадров. А вы говорите, конкуренция. Ой, да врут все ваши газеты. О, да я тебе хоть сейчас вон тридцать-сорок девчонок в ряд поставлю. Выбирай на вкус. Светленькие, темные, худенькие, полненькие и все хорошенькие. Молоденькие, за сто пятьдесят-двести долларов испоют, как говорится, из пляшек. А если им для начала еще и налить, они такое вытворяют, что вам и не снилось. Простите, вы хотите сказать, что ваши коллеги могут позволить себе спиртное на рабочем месте? Да нет, ну они ж не нажираются до беспамятства. Ну так, грамм сто пятьдесят-двести. Ну, чтобы язык развязать. Для поддержания, так сказать, контакта. Слушай, а может быть, возьмешь кого? А? Да нет, спасибо. Мне, знаете ли, как-то ни к чему. А? Что? Понятно. Физрук Сан Саныч. А при чем здесь Сан Саныч? Просто поймите меня правильно. Ну, возьму я под свою опеку одного специалиста. Ну, второго. Ну, проблему-то мы этим не решим. Необходимо, чтобы у каждой из ваших коллег была своя группа. Человек двадцать пять-тридцать. А? Как вы, согласны? Ну, это ты загнул двадцать пять-тридцать. Ну, а вот, скажем, пять-шесть постоянных клиентов, вот это, пожалуй, самый раз. Ну, вот видите, получать деньги мы хотим. А поработать с группой двадцать пять-тридцать человек уже сложно. Не надо бояться трудностей. Вот у нашего физрука... Сан Саныча. Сан Саныча. Была своя группа. Тридцать восемь человек. В заключение я хотел бы спросить у вас. Вот если бы можно было повернуть время вспять, то кем бы вы стали тогда? А вы знаете, я ведь с детства мечтала стать учителем. Спасибо. Уважаемые телезрители, это был репортаж с Ленинградки, где сегодня проходит митинг учителей средних школ, которые, несмотря на все трудности, по-прежнему преданы своей профессии и верны своему делу. За что им большое человеческое спасибо. АПЛОДИСМЕНТОЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, здоров, Петрович, здорово! Что тебе нужно? Пила нужна? Что у тебя там в гараже? Пила и нет, что ли? Ну, ладно, ладно, занесу. Занесу. Так, а где же у меня пила-то? Надо же, жена уборку делает, никогда после неё ничего не найти. Как ты тут всё ворчишь? Где пила? Чё молчишь? Где пила, я спрашиваю? У соседа пила. Почему у соседа? Ты всегда в гараже? А сосед всегда дома. Он позвал, я зашла. Ну это понятно. А пила где? Я ж тебе говорю, у соседа пила. А чё ты даёшь, кому попало? Ну ты всё время в гараже. А соседа-то всегда дома. Так, если пила, быстро к соседу. Ты что, ты вот так вот меня просто отпускаешь? Ну да. Ну да. Ну совсем. Через пять минут жду обратно. Знаешь, по себе людей не судят. Тут хотя бы полчаса надо. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё ты даёшь? Что ты несёшь? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 дома пила ты сказала что у соседа мало ли чё я сказала мы бабы такие наговорим а что ты имела в виду вообще сядь я найду твою пилу алё девушка здравствуйте я вам уже звонил по поводу панели голубого цвета в ванную а то жена у меня мылась локтем задела панель треснула есть а сколько стоит три тысячи дороговато конечно но я заеду заберу хорошо нашла эту пилу с кем тут все болтаешь я узнал про позвонил кое-куда мне все подробно рассказали ты меня осуждаешь а как ты думаешь 3000 тебе и цену сказали как ты могла чем ты вообще думала я была молодая мне нужна была работа не было денег я подошла работа ты сейчас о чем про панель и я про панель я старался клеил в ванной панель ты сломала подожди о чем ты только что да слушаю да да елена петровна что он опять натворил стекло в школе разбил сколько двоек да нет елена петровна я занимаюсь сыном учим уроки елена петровна алло нет ну ну что я за отец совсем сына запустил вот серёга сосед наш вот он хороший отец настоящий он с сыном и на каток и в парке уроки вместе учит что ты все бар мочи что ты бар мочишь а я про сына а что сына да я говорю серёга сосед наш он настоящий отец учительница позвонила все рассказал учительница ну да она то откуда знаете ну так это все при ней случилось она чё в шкафу сидела она у окна стояла на девятом этаже учительница стояла у окна тут все и случилось а а она в бинокль из соседнего дома наблюдала а что ты несё вот я теперь стою и думаю какой я отец серёга он настоящий отец прости 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 ты меня туру грешную но ты же всё время в гараже а серёга всегда дома он и словом поможет им делом я говорю учительница позвонила наш сын в школе стекло разбил что ж ты гадина делаешь со мной подожди а за что ты только что прощения просила ты за что вот тебе твои пять тысяч и вставь в своё стекло а минутку подожди алё что что две дочки в казани а а пиво две бочки заказали ладно сейчас подойду милая мужики звонили там в гараже помочь надо я пойду ладно иди иди отсюда ты только не скучай ладно я не соскучусь я к соседу пойду давай я не соскучусь в